Домашняя серия Салавата Юлаева, проходившая под девизом «Верхом на звезде», завершалась матчем с московским ЦСКА. На игру пожаловал известный всем уфимским болельщикам мако-чародей Хаттабыч. Его магии и чары в этот раз не подействовали. Первый период прошел под диктовку гостей. Уже к пятой минуте армейцы вели со счетом 2-0. Гол Макарова вселил надежду в зеленые сердца, но радость вновь сменилась на горечь незадолго до сирены, когда подопечные Игоря Захаркина пропустили в меньшинстве. В раздевалке и на разминке на земле все ребята были заряжены, ходили на игру, играть только на победу. Может где-то позиционно неправильно сыграли, допустили ошибки, соперник использовал. Перерыв больше пошел на пользу армейцам. Уфимцы начинали второй период в меньшинстве и выстоять, к сожалению, не смогли. Зато сразу после этого прибрали инициативу к своим рукам. Наша команда играла по-хозяйски, явно действуя первым номером. Моменты создавались, надежда возрастала, да вот фортуна то и дело отворачивалась от юлаевцев. Бросок Капризова приняла на себя штанга. После подставления Воробьева с пятачка шайба также угодила в каркас ворот. Завершение 20-ти минутки вовсе получилось пугающим в плане отсутствия дисциплины. Два подряд удаления за нарушение численного состава со стороны выглядели очень тревожно. Я не знаю, что это такое, это рассеянность или как это называется, невнимательность, которую мы не имеем права делать. Тем более у нас такие игры сейчас все от ножа идут и такого не позволить. Мы это выставили, это большее меньшинство. К сожалению, мы сами не забили. Заключительный период матча с ЦСКА дал немало поводов для оптимизма. Задор, настырность и страсть, которыми играли уфинцы, радовали глаз, а вот реализация создаваемых моментов оставляла желать лучшего. Шайба, пропущенная хозяевами в контратаке, выглядела не совсем логично, но с сути дела это не поменяло. Я думаю, что парни сражались, они делали все, что могли, не смогли забросить шайбу, а соперник воспользовался всеми нашими оплошностями, поэтому они нас так много переиграли. Магическая череда поражений, к сожалению, для наших зеленых сердец продолжается. Чуточку терпения от болельщиков и усердная работа юлаевцев в перерыве – вот лучший рецепт выхода из затянувшегося кризиса. Эдуард Хизбуллин, Константин Данилов, Хоккейный клуб Салават Юлайф.